Четвертое измерение Святого Духа В самом деле сегодня приносит плод, то что работает, то что является истиной. Вы знаете, что Дух Святой это Личность и Он на земле. И Дух Святой, друзья, Он может подходить к человеку и человек может чувствовать его, потому что сам Дух Святой ты не почувствуешь, но когда сила исходит от Него, ты силу эту чувствуешь. Эта сила называется помазанием. И помазание, друзья, оно может касаться твоего тела. Оно может прикоснуться вообще так, что ты рыдать будешь. Человек не может стоять на ногах, когда помазание приходит. Я до людей, я даже не дотрагиваюсь, видели, да? Просто стою на расстоянии, они падают, потому что помазание просто, оно как тач, прикосновение. То есть раз и коснулся, все. И человек, он под помазанием, вот пожалуйста, он лежит, он отдыхает. Почему? Помазание, оно коснулось. И все. И Дух Святой делает свою работу. Ну, послушайте, есть что-то еще, что вы должны узнать. Есть молитвы, как можно общаться со Святым Духом. Вы понимаете, что я могу разговаривать со Святым Духом, как с другом. И это очень важно. И это милость Божья, когда Дух Святой дает мне общение. И, понимаете, это не просто, когда я говорю с Ним. Это момент, когда Дух Святой говорит мне. Это момент, когда Дух Святой касается меня. Это момент, и я говорю о духовной реальности, друзья. Я не говорю о какой-то абстракции, о каких-то вещах, понимаете? Когда люди называют, там, Бог мне сказал, Бог меня коснулся, но на самом деле этого не было. Это просто как что-то выдуманное. Я говорю о реальных вещах, таких же реальных, как ты и я сейчас в этом зале. И Дух Святой может по-настоящему у тебя взять за руки. Дух Святой может по-настоящему сказать слово. И ты переживешь это в своем Духе. Когда Дух Святой говорит, друзья, это озарение, это серьезные вещи, это меняет жизнь. Теперь послушайте. Но существует также молитва в четвертом измерении. Нужно знать несколько вещей из этой молитвы. Во-первых, нужно знать язык Святого Духа. Точно так, как существует русский язык, английский язык, есть язык Святого Духа. Язык Святого Духа. Это образы и видения. Я говорю не о видениях, которые человек видит, к примеру, когда входит в выступление, когда человек спит или еще что-то. Я говорю об образах, которые в разуме человека. И язык Святого Духа, то есть ты можешь говорить с Духом Святым образами. Понимаете, Бог встречается с человеком на территории мечты. Что такое мечта? Когда человек о чем-то мечтает, у него есть образ этой мечты. Аминь. И это и есть то место встречи с Богом. Когда мы говорим об этом, друзья, мы должны осознать, что многие люди, они даже не знают этого секрета, что четвертое измерение, то есть можно сказать духовное измерение, измерение, когда ты входишь в мечту, в образы. Это измерение, оно может быть в измерении Святого Духа. И это же самое состояние может работать так, что через него придут демоны. Придет дьявол. И многие люди даже не знают этого. И сегодня ты узнаешь что-то, что тебе поможет не просто молиться, но освободиться от некоторых вещей, которые даже пришли в твою жизнь посредством образов. Когда человек, он начинает видеть внутри себя негативные вещи, давайте с этого начнем. Когда он начинает видеть себя больным, когда к нему приходит страх, когда он чего-то боится, когда ты чего-то боишься, всплывают образы. Что это такое? Это использует дьявол. И я вам хочу сказать, что люди, которые попадают в негативные образы, они обязательно потом в жизни это переживают. То есть человек верующий, он должен отличаться тем, что у него закрыта дверь. Он умеет закрыть дверь и не дать дьяволу навязать неправильные мысли. Раскаленные стрелы, лукавого. Что это такое? Друзья, это мысли. Это мысли, которые ты принимаешь за свои мысли. Ты принимаешь это как чуть ли не за факты. Но послушай, на самом деле, на самом деле это дал дьявол, это он прислал. Смотрите, что говорится. Иов, 3 глава, 25 стих. Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня. И чего я боялся, то и пришло ко мне. Нет мне мира, нет покоя, нет отрады. Постигло несчастье. Посмотрите, ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня. И чего я боялся, то и пришло ко мне. Дорогие друзья, послушайте, Иов был праведником, он был верующим человеком. И вдруг в его жизни, он был богатым, хорошим, вдруг в его жизни погибли все его дети, погибло все его имущество. И в конце концов, он сам так сильно заболел, что эта болезнь была, просто описание в Библии невероятное, что просто с него слазила кожа, он уже сидел в пепле, помирал. И вдруг этот человек, он говорит такие слова, он говорит, чего я ужасался, то и постигло меня, чего я боялся, то и пришло ко мне. То есть, будучи праведником, знающим Бога, будучи человеком, который поклонялся Богу, приносил жертвы, у Иова он открывает тайну и рассказывает, что случилось. Он говорит, были страхи, были определенные переживания, когда у него все было хорошо, и он смотрел на своих детей, он боялся и ужасался, потому что он представлял, как он их теряет. Когда у него, послушайте, было богатство, он смотрел на него, и у него страх был, а вдруг вообще вот, вот сейчас вот что-то придет и все рухнет, и я стану нищим. Потом, когда он смотрел на себя, он был здоровым, крепким, и он смотрел на себя, и он приходил в страх, он начинал думать о том, что он потеряет это здоровье, что он заболеет и умрет. Он видел кого-то, может кто-то с его знакомых заболел и умер. Он видел другого человека, который был здоровым, заболел и умер, и потом к нему пришел страх, а вдруг со мной такое случится. Друзья, эти вещи, они были в его сердце, и он говорит, именно это и пришло к нему. Ты сегодня должен смотреть в свое сердце, что там, и Бог нас учит, он как бы говорит нам через свое слово, что наш разум, наше сердце должно быть наполнено позитивными образами. Мы должны видеть свое будущее, видеть себя благословенными людьми. И у тебя должно быть наоборот, если ты сегодня сидишь здесь, вот на первой линии, там еще где-то, ты сидишь, и ты больной, ты должен видеть себя здоровым. Когда ты не можешь ходить, и у тебя костыли, палочки, послушай, коляска, ты должен увидеть себя, как ты ходишь, ты должен увидеть себя. Когда у вас рак, и доктора, они поставили этот диагноз, это ужас. Как сегодня сестричка говорила, говорит, это приговор, который произнесли. И, знаете, это страшно, это ужасно, это, знаете, это просто, ну, безвыходная ситуация, это кошмар. И в этот момент, как важно увидеть себя исцеленным, увидеть свое тело, в котором нет рака, в котором нет эпилепсии, в котором нет туберкулеза, в котором нет артрита. Увидеть себя другим. Нам сегодня нужно услышать, друзья, что вот эти образы, друзья, которые у нас, только с ними можно войти в измерение, четвертое измерение Святого Духа. Святой Дух, Он начинает творить только тогда, когда ты начинаешь видеть одно и то же. Люди не знают этих тонкостей, о которых мне хотелось бы рассказать вам, друзья, что есть тонкости в молитве. Когда ты начинаешь молиться, если ты молишься об одном, о другом, о третьем, и видишь то хорошее, то плохое, ничего не будет. Вот четвертое измерение можно войти, меня все слышат сейчас или нет? Четвертое измерение, можно войти только одним способом. Если ты целыми днями, можно сказать, каждый день, час, два, три, сколько ты молишься, ты видишь одну картину. И с этой картиной, видя эту картину, ты молишься на языках. И ты не даешь в разуме, чтобы внедрилась другая картина, другая мысль. Это то, чем порабощены масса христиан, большинство. Они не могут молиться. Почему? Потому что когда они начинают молиться, они даже забывают, о чем они не молились. У них мысли уходят. И это каждый человек переживает, так или нет? Дьявол пытается дать тебе другую мысль, увести. И ты смотришь, как ты соскакиваешь. И вот послушай, очень важно знать, что Бог, Он не слышит твоих слов. Ты понимаешь это или нет? Ты можешь говорить слова, думать о другом. Вот причина, почему. Ты можешь стоять на сцене и петь, послушай, просто Иисус, я люблю тебя. И петь эти слова. И чтобы ты знал, Иисус не слышит, что ты Его любишь. Потому что это просто звук, такой же, как и другой звук. Но если ты осознанно, осознанно, ты говоришь, Иисус, я люблю тебя. Это слышит Бог. Если ты осознанно говоришь, Дух Святой, я прошу тебя, приди, наполни этот зал. Дух Святой слышит тебя. Дух Святой слышит то, что у тебя внутри. Многие люди рассеяны здесь. Нужна концентрация. Молитва, отношение с Богом. Это концентрация. Когда ты молишься, ты должен точно видеть картину и точно знать. Когда ты говоришь с Богом, ты должен осознавать всем своим естеством, что Дух Святой, он сейчас подходит к тебе. Если ты сказал, что Дух Святой приди, то ты должен всем своим нутром осознать, что он сейчас к тебе подойдет. Если ты молишься за исцеление, то ты должен увидеть свою печень новую и осознать, что если ты начинаешь говорить с этим, увидел это, то Дух Святой уже начал свое творение. Ты не можешь остановить это, ты должен продолжать видеть свою печень новой. Слышишь меня или нет? Ты должен продолжать, потому что он творит. Ты должен просто это знать и все. Откуда? Знай просто это и все. Он творит. Дух Святой творит. Ему всегда нужно время. 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 Бог уже все совершил на кресте. Но проблема в том, что ты сегодня не готов принять многие вещи, которые от Бога даны тебе. И только через четвертое измерение ты начинаешь это принимать. 2004 год. В моей церкви 130 человек, полтора года церкви. Я не знал, что мне делать. Я серьезно попал, можно сказать, в самую, наверное, одну из самых глубоких депрессий в моей жизни. Кризиса, внутреннего кошмара. И я пошел молиться. И я встал перед Богом на колени. Я стоял целыми днями на коленях. И я видел одну картину. Как люди бегут на покаяние. Я никогда этого не видел. Ни в одной церкви. Я это видел только на кассетах Джимми Свагерта. И я просто... Мне дьявол говорил, такого не бывает. Такого не бывает. Кто ты такой? Вы понимаете, о чем я? Что дьявол всегда будет атаковать молитву в четвертом измерении. Чтобы убедить тебя, что ты не можешь такого иметь. Чтобы убедить тебя, что в твоем случае это невозможно. И я переживал сильную борьбу. Как вы можете догадаться. Но я продолжал видеть. И так прошло где-то полторы недели. И в один день Бог заговорил со мной. Знаете, когда я видел эту картину. Чтобы вы поняли меня же. Когда я видел эту картину. Моментами мне казалось, что это просто сумасшествие. Мне так дьявол говорил, ты просто сошел с ума. Но я говорил, мне в этой жизни уже ничего не нужно. Если я хочу жить, то только видеть покаяние. Все. И я продолжал смотреть. Не отвлекаясь ни на одну мысль. Не философствовал. Не отвечал. Ничего. Дорогие друзья. Бог пришел и дал мне откровение о личном евангелизме. Вот оно в этой книге. Личный евангелизм. Бог пришел и сказал мне, мир лежит во зле. Я никогда этого не слышал. Я никогда этого не читал ни в одной книге. Я об этом не видел проповедников никаких. Но Бог мне сказал, мир лежит во зле. И открыл мне тайну. Что весь мир погружен во зло. А зло это демоническое влияние. И Бог мне открыл тайну о родовых проклятиях. О наведенных порчах, наговорах. Обо всем. О суеверии, о колдовстве. Обо всем об этом. То, о чем я проповедую. И буду проповедовать всю жизнь. Дорогие друзья, через четвертое измерение. Знаете, что произошло? Я пришел на собрание. Я пришел на собрание после этой молитвы. 130 человек на собрание. Ровно через 4 недели. То есть через месяц. Число в число почти было. У меня на собрание было уже 280 человек. Через 3 месяца у меня уже было 600 человек. Молитва в четвертом измерении, друзья. Это молитва, которая называется реальным сотрудничеством со Святым Духом. И если сегодня ты поймешь это и услышишь. Это меняет полностью твою жизнь. Именно входя в четвертое измерение, ты меняешь обстоятельства. Посмотрите. 13 глава Бытие, 14 стих. Здесь говорится. И сказал Господь Аврааму после того, как Лот отделился от него. Смотрите, что сказал. Возведи очи твои. И с места, на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу и к востоку и к западу. Ибо всю землю, которую ты, ключевое слово, видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки. Посмотрите, друзья, как Бог сотрудничал с Авраамом. Он говорит, посмотри к северу и к югу и к западу. Посмотри, говорит, и всю землю, которую ты видишь, говорит, я даю тебе. А если не вижу, дашь мне? И, друзья, я вам отвечаю. Нет. То, что ты видишь, то Бог и даст тебе. И если ты видишь себя человеком нуждающимся постоянно, если ты видишь свое будущее, ты видишь в кредитах, если ты видишь себя бедным, больным, если ты видишь себя девушкой, несчастной, одинокой, которую не понимают, да? Если ты, парень, видишь себя вообще, что твоя жена тебя не любит. Послушай меня, как ты себя видишь. Если ты видишь свое служение, что оно маленькое, что оно слабенькое, что люди тебя предают, уходят, бросают. Если ты видишь эти вещи, а дьявол хочет их все время, чтобы ты видел, поэтому навязывает тебя. Слышишь или нет? И этому можно противостать только одним способом. Вот почему нужно каждый день пребывать с Богом. Слышите или нет? Именно пребывая с Богом, ты наполняешься постоянно правильным видением. И когда дьявол на тебя давит, ты начинаешь видеть вопреки. Ты начинаешь видеть вопреки. Ты начинаешь видеть хорошее. Дьявол говорит, ты будешь больным. Нет, я вижу себя здоровым. Я вижу себя благословенным. Я вижу себя процветающим. Я вижу свое служение успешным. Я вижу это. Я уезжал всегда. Я сейчас так делаю. Вообще это было время перелома. Когда я уезжал и я молился. Это просто целыми днями. Я молился и молился. Молился и молился. И знаете, одна картина у меня была. Я ходил. И ледовые дворцы. Это было что-то, поверьте. В ледовые дворцы мог приехать только кто-то из самых крутых проповедников. Представляете себе картину. Когда я молюсь. И вот что ты хочешь в жизни. Правда? Так хочется вот понять, что ты хочешь. Но что ты хочешь из-за того, что ты знаешь, что этого не будет. Ты это хочешь хоронишь. И ты говоришь, то, что могу. Вот так и я молился. И я чувствую, я хочу. Ледовый дворец, чтобы он был полный. И знаете, я помню момент такой. Как полный? Я так. Боже, я хочу, чтобы он был полный. Я хочу видеть людей. Это смысл моей жизни. Забитый. Вот такой, чтобы люди везде стояли в проходах. Везде. Все было занято. Чтобы мы славили Бога. И мне дьявол говорит, ты кто такой? А я вам рассказываю. И сейчас это смешно. А вы знаете, какая борьба была? Я помер там 10 раз. Чтобы просто преодолеть. Если бы я этого не преодолел. Не было бы ничего. Но мне преодолеть пришлось. Понимаете это? Преодолеть. Это был момент, когда ты умираешь просто. Когда ты прыгаешь со скалы. Когда ты веришь Богу. В самые безумные вещи. Я поверил, что я приду на Ледовый дворец. Он будет забитый вообще. Это невозможно. Я знаю. Но я говорю, Бог, ты сотворил небо и землю. Бог. Я знаю, что существует закон четвертого измерения. Молитва четвертого измерения. Я вхожу в эту молитву. И я ходил, друзья, до такой степени. В этой молитве. То, что я хотел сегодня вам подчеркнуть. Что иногда мне казалось. Что я хожу не в комнате и не молюсь. А я хожу по сцене. Я ощущал тепло этих ламп. Этих прожекторов. Друзья, я вот так вот поворачивался. И видел вот так вот тот край. Вообще вот так вот залитый людьми. И знаете что? Пришел день. Когда я ходил по сцене. Точно так. И в один момент. Когда я вот так вот повернулся. Я увидел точную картину. Зал залитый вообще. Люди вообще. Нас больше не пустили туда в леду. Ну так было последние несколько собраний. И уже когда было последнее. Они вообще сказали все. Залитый я эту картину, друзья. Я ее уже видел. Вы меня слышите или нет? Я ее видел. То, что ты видишь в молитве. То, что ты видишь в молитве. То, что ты постоянно носишь в себе. Как в хранилище. И возгреваешь в Духе Святом. То, что ты видишь в молитве. Ты однажды увидишь в своей жизни. Амэн. Ты увидишь в точности. В точности. Молитва в четвертом измерении. Это самое серьезное соприкосновение с Духом Святым. Братья и сестры. Это правда. Это так сильно. Если бы вы только знали. То, что ты видишь. Я скажу вам одну вещь. Если ты только начнешь двигаться в молитве в четвертом измерении. Прошу всех внимания. Вся твоя жизнь. Вся твоя жизнь. Она будет наполнена чудесами. Я свидетельствую вам. Вся моя жизнь наполнена чудесами. Я посягаю на самые невозможные вещи. Вот почему я здесь в Киеве. И почему мы сидим в этом храме. Я посягаю на самые безумные вещи. На неправильные вещи. Потому что кто сказал, что это правильно, а это неправильно. Кто сказал, что провести крусейт в Киеве нужно здесь прожить 20 лет. Кто сказал, что церковь, которая полгода не может провести крусейт в Киеве. Кто сказал, что мы не можем сегодня купить колонки за 100 тысяч долларов. Покажите мне этих людей. Послушай, друг мой. Ты сам для себя определяешь, что будет в твоей жизни, а чего не будет. Ты сам определяешь, что возможно, а что нет. И когда ты говоришь, что это невозможно, ну 100%. Так оно и есть. Но если ты скажешь, что это возможно, 200% что это возможно. Аминь.